Продолжаем отвечать на вопросы на библейском портале «Экзегет». Следующий вопрос связан с посттравматическим синдромом, который часто бывает у людей после того, как они побывали в боевых действиях. Об этом много написано, о многом сказано, в настоящее время всем понятно. Но что такое все-таки этот синдром? Давайте попробуем понять это на простых примерах. Я в своей жизни встречался с ребятами, прошедшими Афганистан, которые рассказывали о том, что просыпаются с диким криком, холодным поту, снится война и так далее. Вот это и есть синдром. То есть человеку плохо при воспоминаниях об Афганистане, о той войне, в которой он поучаствовал, а в том, что он испытал. Ему снится война, он испытывает страх, который, может быть, когда-то испытал на войне, или еще какие-то муки, если согрешил на войне. А бывает так, что ничего такое не снится. Вот, например, мне не снится Афганистан вообще. Я вспоминаю, может быть, даже самые тяжелые минуты, которые пришлось испытать, самые страшные минуты в Афганистане. Очень спокойно. Душа у меня не болит. И ничего страшного ей не снится. То есть я могу сказать о себе, что, в принципе, по большому счету, у меня не было и нет вот этого посттравматического, после военного синдрома. Хотя травмы физические я там получил, как говорится, лишился двух ног, тяжелейшее ранение в плечо было. Вот. Но меня это не мучает, не угнетает. Я за все, на самом деле, благодарен Богу за все те испытания, которые мне пришлось пройти в Афганистане. Только благодарить могу Господа. Так вот, хочу сказать следующее. На войне действительно творятся всегда богопротивные дела. Убийство. Неважно, защищаешь ли ты Родину или враг пришел к тебе, все равно убийство остается убийством. Поэтому люди каятся военные после этого, исповедуются. И вот чтобы не было вот этого синдрома, без покаяния о совершенных грехах, убийства на войне, невозможно избавиться от посттравматического вот этого синдрома. Можно, да, проходить целый курс реабилитации, разное, но лечит, как говорят в народе, время, но на самом деле лечит Господь. И на войне, конечно же, человек получает душевный удар по душе, я бы назвал так. Именно в силу того, что на войне творится грех. Но ведь, смотрите, бывает по-разному. Ты получил удар по душе, и ты сломался. И вот тогда тебе снятся кошмарики. А может быть по-другому. Душа выдержала удар, но появилась трещина. Она прогнулась. И тогда, живя в миру, может случиться так, что когда ты увидишь, что совершается какое-то преступление по отношению к другому человеку, ты пройдешь мимо. Потому что ты вроде уже отдал свой долг Родине. То есть травма вот эта тебе военная не позволит здесь, в миру, ну, проявить то мужество и героизм, может быть, который ты проявлял в Афганистане. Ну, и бывает третий вариант. Когда от удара по душе, душа не ломается и не трескается, не прогибается, а укрепляется. От чего зависит, что произойдет с тобой на войне, что с душой твоей станет, сломается она или укрепится? Это зависит от того состояния души, в котором она находилась, когда ты был на боевых действиях. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько ты близок был к Богу. Я не говорю о том, насколько ты веровал в Бога. Я в Афганистан приехал неверующим человеком. В советское время, как говорится, у нас Бога не было. Я даже о Боге не думал в те времена. Но Бог судит не по делам, а Бог судит по намерениям, по твоему сердцу. Он говорит, подай, сыни, мне сердце твое. И вот Бог взорит в сердце и видит, какое сердце у человека. И если он на войне старается поступать по-христиански... Я, кстати, вам скажу. Вот мы были ведь воспитаны, да? Моральный кодекс строителя коммунизма. Да это все христианские заповеди. Другое дело, что партия заменила своей Бога. Поэтому и оказался эксперимент безбожий и неудачным. Но воспитывали нас действительно нравственно. И по отношению, в том числе, к врагу. Быть нравственными людьми, оставаться ими. Более того, в нас ведь и заложен нравственный закон Бога. Со дня сотворения человека. И он в каждом человеке живет. Да, его можно нарушать, его можно извратить. Но он не истребим. Он в образе Божьем, который в каждом есть в человеке. И глаз Божий тоже у каждого есть, да? Мне когда-то бабушка написала письмо, когда я уезжал на Дальний Восток служить. Маленькое такое, на школьном листочке из блокнотика. И вот там раз в двадцать упоминалось слово «совесть». Живи по совести, прислушивайся к совести, не иди против совести. И если ты на войне живешь по совести, действуешь по совести, то тогда у тебя не будет вот этой травмы психической, как говорят врачи, да? Вот этого послевоенного синдрома. Ты вернешься к нормальным, здоровым человеку. Более того, более крепким душою. И вот как мне потом это помогло пройти испытания властью и деньгами. И ты не испортишься. Поэтому, друзья мои, хочу сказать, что, к сожалению, конечно, на войне травма души существует. Она неизбежна. Вот. Но она может укрепить, а может и сломать человека. Ну, а те, кто все-таки получил эту травму и не может от нее избавиться, я могу посоветовать только одно. Бог лечит от всего. И нет больше радости на небе, чем плач раскаившегося грешника. А мы на войне все грешили. В богопротивном деле участвовали. В любом случае. И могу сказать опять про своих друзей, кто пришел к Богу и покаялся, то все эти синдромы уходили напрочь. Поэтому дружите с Богом, и все болезни души уйдут. Бог с Богом приходит мир, тишина и покой в душе, и радость. Бог с Богом приходит мир, тишина и покой в душе, и радость. Субтитры создавал DimaTorzok